Здравствуйте, мальчики и здравствуйте, девочки! Интересно, наш Гаврюша научился себя вести? Здравствуйте! Ой-ой-ой, интересно ему! Ой-ой-ой! Любопытной Варваре, например, на базаре нос оторвали, вот так. Да, понятно. Наш Гаврюша неиспробим. Все уроки у него прошли даром. В одно ухо влетело, в другое ухо вылетело. Чего? Ничего мне не влетало. И уже тем более, конечно же, не вылетало. Гаврюша, это так говорят. Когда человеку рассказывают о чем-нибудь, учат его, а он поступает по-своему, как будто ничего не слышал. Вот так. А я? А я все слышал, Ерошка. Все, все. Ну, 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 вот, видимо, ничего не запомнил, хоть и слышал. Почему же? Запомнил. Запомнил, да? Да. Но вот сейчас мы и проверим, когда Катя придет и принесет новые вопросы. Вот мы и проверим. Вот так. Здравствуйте, мои маленькие телезрители. Здравствуйте, зверята. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Ура. Наконец-то вы пришли. Наконец-то вы пришли. Здравствуйте, Катя. Вот. А что такое случилось, Ерошка? А ничего. Просто очень хочется посмотреть, как наш Гаврюшка будет отвечать на вопросы. Как он на сегодня будет смешить. Вот очень хочется посмотреть. Аф. Нашли тоже мне. Клоуда. Ага. Ну, вот. Поэтому я веселый. Ну что ж, то есть вы ждете, не дождетесь моих новых вопросов. Ой, как ждем. Ой, как новых ждем вопросов, да. Ну, тогда вперед. Отвечайте на новый тест. Итак, представьте себе такую ситуацию, что вас пригласили в кино, а вы совершенно не любите кинотеатры. Как вы себя поведете? Первое. Пойдете в кино, но перед входом скажете, что забыли выключить утюг. Второе. Скажете, что к вам приехали родственники, и вам нужно сидеть с ними дома. Следующий вариант. Скажете, что у вас появились неотложные дела. И последний вариант. Вежливо предложите пойти в другое место. Например, на футбол. Или еще, кстати, можно сказать, что у вас сильно поднимается температура от кинотеатров. Так? Ну, говоришь. И врач вам строго запретил ходить в кинотеатры. Отвечайте. Ну, а что? Так это я. А я... Я скажу, что у меня температура. Вот. Бедный я. Несчастный я. И начну выть. Вот так вот. О, да, но обманывать, по-моему, нехорошо ведь, правильно, Катя? Правильно, Ерошка, обманывать, Гаврюша, очень нехорошо Проще сказать вежливо, вот так сказать А почему бы нам не пойти на футбол? Правильно, Ерошка, это же совсем просто объяснить своему другу, что вы не любите ходить в кинотеатры и пригласить его еще куда-нибудь, например, на футбол или на хоккей. Да, вот так. А вот следующий вопрос. Представьте, что вам нужно идти в гости к Нюсе на день рождения. Что вы ей подарите? Первое. Колготки, букет цветов, хоккейную шайбу, футбольный мяч или мотоцикл. Вон Нюся будет гонять на мотоцикле. Представьте себя. Гаврюша, девочки же не любят все эти вещи. Не любят они все эти мотоциклы, футбольные мячи, хоккейные шайбы. Всем девочкам надо дарить цветы, мягкие игрушки и конфеты. Понятно? Понятно. Правильно, Ерошка, молодец. Конечно, все девчонки обожают сладости, конфеты и еще мягкие игрушки. Вот так. Мягкие игрушки обожают. Ребята, наш урок на сегодня подходит к концу. И нам пора прощаться с малышами. До свидания, мальчики и девочки. Пока, ребята, пока. Будьте вежливы, малыши. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова